Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, телезрители! Сегодня я с удовольствием сейчас представлю вам своего гостя. И могу сказать, что сегодня у нас представители Екатеринбурга буквально врываются в эфир к нам. И сегодня у меня в гостях Ксения Акушева, бизнес-тренер, эксперт в области постановки и достижения целей. Ксюша, доброе утро! Доброе утро, Марина! Во-первых, очень рады видеть у нас в гостях, в нашем городе вас, представителей Екатеринбурга. Расскажите, наверное, с чем все-таки пожаловать? Приехала я поддержать проект «Бизнес-молодость», лидером которого я являюсь в Екатеринбурге. И приехала к своим коллегам в Красноярске. Позвали выступить, поделиться своим опытом, рассказать о том, чего я добилась, рассказать, как ставить цели, как повышать свою личную эффективность, как успевать больше за меньшее время. И, в принципе, самое главное, как жить жизнью своей мечты. Ну, давайте, наверное, очень коротко, что такое за проект «Бизнес-молодость» и как вы туда сами попали. Хорошо. «Бизнес-молодость» — это, на самом деле, сложно описать каким-то одним словом. Для кого-то БМ, «Бизнес-молодость», БМ — это тренинги, это обучение тому, как начать свое дело, как заниматься бизнесом. Для меня «Бизнес-молодость» стала уже частью моей жизни. Это люди, это окружение, это возможность стать тем, кем ты мечтаешь. Как вы туда попали? Наверное, как и многие. Я попала как предприниматель, я занимаюсь бизнесом в Екатеринбурге. И в какой-то момент я поняла, что не хватает развития, не хватает знаний, не хватает кого-то толчка вперед. Смотрела в интернете, наткнулась на ролики, очень много видеоконтента, статей различных. Почитала, поняла, что да, это мое, это сообщество молодых людей, которые не ходят, не ноют, не жалуются, которые берут и делают. Еще в 2013 году весной я прошла обучение, получила серьезный результат в своем бизнесе прорывной. И поняла, что это все работает. Это рабочие техники, рабочие инструменты. И это сильно позволяет измениться как самому, так и свой бизнес. Ну, сейчас вы уже преподаете, я так понимаю. Моя основная деятельность, я все-таки предприниматель. Я занимаюсь бизнесом, у меня несколько направлений. Но как хобби у нас принято делиться друг с другом. Поскольку очень много занимаюсь изучением вопросов, постановки достижения целей, я этим делюсь сообществом, своими методиками, как у меня получается ставить цели и достигать их. Я не могу сказать, что там мой источник дохода – это бизнес-тренерство. Это стало хобби, это стало востребованным. И мне очень нравится видеть, как меняются люди после выступлений. После того, как они посидели на мастер-классе, буквально два часа пришел человек без настроения, без заряда. И вчера был мой мастер-класс как раз, и человек изменился, у него загорелись глаза. Мне пишут там отзывы ВКонтакте, что я хочу делать, я поставил себе цель, мне захотелось заниматься бизнесом. И я чувствую, что я делаю что-то полезное. То есть люди принимают это как уже такое непосредственное руководство к действию, записывают и берут уже... Записывают конкретные инструменты и в путь, и начинают развиваться и двигаться вперед. Давайте, наверное, про Красноярское сообщество тоже расскажем. Уже на протяжении нескольких лет оно действует у нас в городе. Можете поделиться? В Красноярске на самом деле огромные молодцы ребята, потому что, ну, в принципе, все сообщества во всех городах развиваются на основе неравнодушных людей. То есть те, кто прошли обучение и поняли, что там нельзя выходить из этого контекста, надо продолжать общаться, дружить, помогать друг другу. И в Красноярске также сформировалось достаточно крупное, сильное сообщество с хорошим лидером. Много мероприятий проходит, открытые мастер-классы, на которые может прийти любой желающий. Просто поделиться своей историей, задать вопросы, разобрать себя, свой бизнес, найти ответы на какие-то, ну, сложные ситуации, которые он не знает, как решить. Мероприятий огромное количество, и сообщество готово принимать всех желающих. Ну, давайте мы, наверное, так четко обозначим, да, что это, наверное, живые примеры какие-то, реальные бизнесмены, которые приходят со своими примерами и делятся, да, а не просто какие-то вымышленные истории. Конечно, то есть это абсолютно живые, известные, там, для каждого, наверное, горожанина бизнесмены, там, примеров очень много красноярских наших выпускников. Это люди, которые прошли обучение, увидели, что это работает, внедрили, получили результат и хотят делиться. Потому что, на самом деле, когда ты достигаешь определенного уровня, там, закрываешь какие-то материальные потребности свои, у тебя на первый план выходят новые ценности. Тебе хочется помогать, тебе хочется делиться. И, собственно, сообщество этим и занимается. Задача сообщества, чтобы каждый мог добиться желаемого. А насколько оно масштабно в Красноярске? В Красноярске за три года прошло обучение 500 человек. Это именно те, кто прошли обучение. И внутри сообщества, то есть мы не причисляем к сообществу только тех, кто прошел программы. Те, кто ходят на мастер-классы, те, кто нас поддерживает, там, ходят на различные бизнес-завтраки. За три года прошло в Красноярске более трех тысяч человек. Соответственно, масштабное количество людей, которые мы называем это стать здоровой клеткой, меняются сами, меняют свой мозг и несут идеи развития дальше вперед. А в Екатеринбурге, если так сравнить? В Екатеринбурге я являюсь лидером сообщества уже на протяжении трех лет. За три года у нас мастер-классы, встречи прошло больше 15 тысяч человек. Ну, скажите, а вот в период такого кризиса, упадка экономического, как дела обстоят с бизнесом? На самом деле, вот, я, наверное, неправильный бизнесмен, но я считаю, что кризис, он только в голове. И для меня кризис – это время огромных возможностей. Во-первых, очень сильно чистится рынок. Можно увидеть, как, ну, схлапываются там различные пузыри, различные пирамиды. И рынок очищается, можно заходить, можно заходить со своими идеями, можно заходить со своими проектами. Поэтому, на мой взгляд, кризис, как он называется, кризис – это уникальное время, чтобы выстрелить и чтобы занять свое место на рынке. То есть, в какой-то мере, даже, может быть, чем-то поспособствует. Да, я полностью с этим согласна. Спасибо большое, Ксения. Спасибо, что приехали к нам в город. Спасибо, что позвала. Надеюсь, что понравилось у нас. Да, очень красивый город, мне очень понравилось. Вот этот вот презент от кофейника «Кекс и Крендель» вам приятного. Спасибо большое. Ну, а я напоминаю, что мы беседовали с Ксенией Акушевым, бизнес-тренером, экспертом в области постановки и достижения цели. Дорогие телезрители, желаем вам удачи в вашем бизнесе, а не только. Судья, ну, а я передаю вам слово. Спасибо. Спасибо.